этот высокий забор это место где заканчивается мексика и начинаются соединенные штаты америки именно здесь начинается один из самых лучших городов сша калифорнийский город сан-диего и это был бы самый обычный город если бы ни одно но это один из лучших городов сша я обожаю жить сан-диего мне очень нравится этот город это прям мое место больше того мне многие американцы говорят что это самое лучшее место для жизни в америке и он расположен на одной из самых опасных границ мира сегодня мы будем разбираться чем же как хорош сан-диего и как такое географическое соседство возможно что же вам рассказать про сан-диего сан-диего находится вот здесь на юго-западе сша на побережье тихого океана штате калифорния и у него есть все атрибуты американского города даунтаун с небоскребами чак развитая сеть дорог чак много автомобилей чак безумно дорогой американское жилье большой жирный чак да это первое что можно сказать про сан-диего жилье здесь одно из самых дорогих в сша например евро однушку в квартире в здании за не меня можно снять за 2700 долларов в месяц а уже евро-двушку за 3800 долларов но на этом особенности сан-диего не заканчиваются но именно с денег мы и начнем почему же люди так хотят жить в этом городе и почему они готовы платить за это столько денег давайте разбираться чем же этот город живет и как зарабатывают его жители так что сейчас будем говорить про очередной богатый американский город я думаю что нет ни смысла вам объяснять что сша это одна из самых богатых и развитых стран мира и сан-диего это часть этой страны но в дополнение ко всему сан-диего располагается в одном из самых крутых штатов сша в калифорнии но городов калифорнии много их 1045 с населением больше тысячи человек а вот город с идеальной погодой только один и это сан-диего я знаю что климат штука сугубо индивидуальная но мы с вами люди серьезные поэтому мы привыкли доверять с вами только ученым по системе классификации климата кепмана гегера сан-диего занимает второе место в мире среди городов с самым лучшим климатом лучший климат вы найдете только на канарских островах я как человек называющий сан-диего своим домом могу это только подтвердить здесь круглый год практически идеальная погода вот сейчас зима а я стою на улице и записываю это видео просто в футболке и здесь действительно идеальный климат среднегодовая температура здесь держится в районе 24 градусов цельсия здесь очень редко бывает изнуряющая жара и совсем не бывает морозов здесь нет промозглых затяжных дождей и пыльных бурь это город где в 90 процентов случаев можно не проверять прогноз погоды и смело отправляться на улицу футболки взяв с собой на всякий случай легкую кофту я прерываю это видео потому что у меня есть небольшое объявление если вы давно хотели продавать на амазоне но не знали что продавать и где товар взять и как его привести в сша и как запускать этот товар то у меня для вас отличная новость я буду проводить бесплатный вебинар на котором я буду об этом рассказывать о всех этих нюансах переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на этот вебинар там же по ссылке в описании будут все подробности и даты проведения вебинара еще сан-диего может похвастаться одними из самых топовых школ в сша и самая лучшая школа в калифорнии находится именно в сан-диего а если брать все школу сан-диего занимает пятое место из 1071 по качеству школьного образования если вы думаете что это какая-то несущественная метрика то я вам скажу что в сша рейтинг школ играет огромную роль при покупке дома и при выборе места для жизни еще город регулярно появляется в топе самых разных рейтингов в рейтинге лучших городов для жизни в калифорнии это третье место в рейтинге городов с лучшим качеством жизни по всем сша это 12 место и в рейтинге самых дорогих городов сша это третье место сан-диего дорогой город как для проживания так и для путешествий не такой дорогой конечно как сан-франциско в котором я когда-то жила и не такой дорогой как штат гавайи в которой когда-то ездила если вы приедете сюда то приготовьтесь хорошенько потратиться начнем с аренды авто за день оно вам обойдется минимум в 50 долларов более или менее приличный отель будет стоить от 200 долларов за сутки мотель можно снять за 100 и выглядеть он будет примерно вот так обед в ресторане на одного без алкоголя в районе 20 25 долларов с чаевыми вот вопрос который я думаю хотят задать мне многие из вас надя а сколько же здесь стоит жилье с аренды мы уже с вами разобрались сама же квартира будет стоить примерно 600 тысяч долларов от 600 тысяч долларов и это не самый престижный район и не самая лучшая квартира за квартиру в престижном районе например в лохое который спал уже у океана приготовьтесь отчехлить не меньше 800 тысяч долларов но американцы большинстве своем живут в домах и дом на 150 200 квадратных метров обойдется вам примерно 800 тысяч долларов от 800 тысяч долларов хороших районах ценник на дома начинается от миллиона долларов вот это например мой дом и он стоит примерно миллион 200 долларов это так информация на всякий случай если вы вдруг все же решите здесь что-то прикупить и вы должны понимать что все эти цифры нужно воспринимать через призму того что люди здесь неплохо зарабатывают и штат калифорния очень богатый и является желанным местом для жизни житель сан-диего в среднем зарабатывает 83 тысячи долларов в год но так было не всегда и сейчас я расскажу вам про то время когда сан-диего не был таким богатым и таким желанным городом для жизни историю сан-диего невозможно представить без истории калифорнии как и историю калифорнии отделить от истории сан-диего потому что именно с этого города и началась история этого штата именно здесь в 1769 году появилось самое первое европейское поселение именно его я хочу вам показать мы приехали если вы думали что вы увидите руины и заброшенные здания нет самое старое и самое первое поселение отлично сохранилось и она называется старый город сан-диего это место где зарождался самый популярный штат сша калифорния и располагается он вот здесь самом центре калифорнийского города сан-диего и без этого города вообще невозможно себе представить историю штата калифорния если исключить все деревни коренных американцев населявшие здешние земли до того как сюда пришли европейцы то старый город это первое поселение в калифорнии посещение этого города сегодня больше похоже на посещение тематического парка чем на посещение самого первого города в калифорнии первые европейские завоеватели высадились на тихоокеанском побережье северной америки в середине 16 века тут неподалеку даже есть национальный монумент в честь этого события он называется кабрильо сан-диего в середине 18 века сюда приехали первые миссионеры которые стали строить по калифорнии церкви ну или миссии всего они построили 21 эти церкви представляют собой оплот сегодняшней калифорнии и в калифорнии есть даже 965 километровая дорога которая их все соединяет она называется эль камино реал и вдоль всей этой дороги можно найти вот такие колокола они являются ее символами и угадайте где была построена первая церковь и где начинается эта дорога сан-диего недалеко от старого города первые миссионеры поселились именно там их поселение представляло из себя небольшую группу домов из глины и соломы в 1835 году деревня получила название эль пэбло де сан-диего и постепенно стала развиваться история этого города тесно связано с историей калифорнии и его первые жители пережили множество политических перемен вот только подумайте что те кто родился здесь в начале 19 века сменили в течение жизни три национальности ни разу при этом не выезжая из своего поселения жители старого города изначально были испанцами в 1821 году они стали мексиканцами после того как мексика провозгласила независимость от королевства испания после американо-мексиканской войны в 1848 году калифорния перестала быть частью мексики и официально вошла в состав соединенных штатов и жители старого города сан-диего стали американцами и так как город находился в руках нескольких государств то конечно этот отпечаток остался запечатлен надолго в его зданиях по которым мы сейчас с вами пройдемся вокруг центральной площади над которой развивается флаг сша до сих пор сохранились оригинальные дома которые были отремонтированы и превращены в музей здесь издание начиная от испанской колониальной архитектуры и заканчивая зданиями времен золотой лихорадки и это очень уникальный опыт вот так переносится из десятилетия в десятилетие сейчас я в испании пройду десяток шагов я в мексике еще десяток и в америке времен золотой лихорад мне кажется именно за этим впечатлением сюда в этот город и нужно приезжать и поэтому сюда приезжают люди многие дома здесь были воссозданы заново но они все равно интересны вот во все дома абсолютно бесплатно мы начнем с касса dl studio это если можно так выразиться самое главное здание здесь она построена в испанском колониальном стиле такой стиль отличает черепичная крыша толстые кирпичные стены небольшие окна и гладкие отштукатурные стены иногда в такой архитектуре есть декоративная лепнина в стиле барокко я назвала это здание главным потому что когда испанцы завоевывали новые города они стратегически ставили такие мощные каменные красивые здания на холмах или в центрах уже существующих городов вот та 21 церковь которая была построена изначально в калифорнии была построена в испанском колониальном стиле постройка новых церквей в испанских колониях вообще была нацелена на оказание максимального эффекта на местных жителей мощные постройки из камня должны были эффектно смотреться на фоне простых домов местного населения ну и помимо еще такого эффекта подавления местного населения психологического с помощью таких зданий эти здания были ну практичные то есть сейчас на улице жара 30 небольшим градусов а я вот здесь нахожусь и здесь прохладно а внутри этого здания за счет того что стены толстые они не выпускают холод еще прохладнее еще приятнее находиться это конкретное здание было построено в далеком 1825 году и служило убежищем для женщин и детей во время американской оккупации в 1846 году само здание является оригинальным а вот плитка на полу двери и окна это все воссознано потому что смотритель этого дома в 1887 году все что было не приколочено и не прибито все продал дом внутри обставлен старинной мебелью и предметами интерьера окна выходят во внутренний двор еще в доме есть главная комната в которой находится алтарь дело в том что когда первые поселенцы основали этот город то тут не было церквей а все церковные обычаи такие как крещение венчание и воскресные службы нужно было как-то совершать и все они проводились вот в этой комнате выездным священником за порядком в городе нужно было тоже следить и обычно этим занимался шериф сейчас мы посмотрим его дом это дом джеймса маккоя он открыт для посещения как дом музей и это дом самого первого шерифа калифорнии он построен в архитектурном стиле греческого возрождения этот стиль отличается симметричностью здания входом с крыльцом колоннами и окном под самой крышей этот архитектурный стиль то есть большой двухэтажный дом с крыльцом с колоннами был популярен среди богатых американцев в 19 веке в стиле греческого возрождения построено здание американского верховного суда и частично белый дом к сожалению внутри сейчас этот дом мы не сможем посмотреть потому что сегодня по какой-то причине этот дом музей закрыт но я хочу вам показать еще одно здание здание в котором жили обычные люди и мы отправляемся с вами в касса мечада сильвас и стюард эти два самых старых дома в старом городе принадлежали семье мечада они построены из глинобитного кирпича а оригинальная крыша была из соломы крышу этого здания уже перестроили потому что она изначально была построена не из очень надежного материала а вот стены этого дома они что ни на есть самые оригинальные я когда об этом думаю меня просто какой-то детский восторг наполняет в буквальном смысле я дотрагиваюсь до истории до настоящей истории до того момента когда была образована калифорния удивительно дом мечада и стюрака был построен примерно в 1836 году внутри сейчас располагается сувенирный магазин любой город невозможно представить без культурного центра им был отель и ресторан космополитен и это самый старый отель в калифорнии первоначально он был построен в 1827 году как одноэтажный дом в испанском колониальном стиле для местного скотовода потом он продал этот дом новый владелец настроил второй этаж и добавил балкон из колонны а это уже стиль греческого возрождения как вы помните я надеюсь и этот дом превратился в станцию для дилижансов и гостиницу потом с развитием железных дорог дилижансовый бизнес загнулся и отель продали под фабрику по переработке оливок в 1950-х годах здание снова купили и сделали из него опять отель я попробую зайти и спросить разрешения поснимать огромный огромный облом сейчас утро я снимаю утром и ресторан закрыт все начинает работать наверно вечером часов в пять к сожалению я туда внутрь не попадаю но там внутри очень круто я вам сейчас покажу фотографии из этого отеля к сожалению мне не удается его поснимать но таковы реалии еще в этом городе есть здание суда школа и конюшни вот в них я хочу зайти но кажется конюшни и конюшни что может быть там интересного когда заселялась калифорния то люди сюда приезжали на дилижансов которые тянули лошади или мулы мулы стоили дешевле но были медленнее и выносливее а лошади стоили дороже но они были гораздо быстрее дилижансы вообще достойны отдельного внимания это был огромный бизнес до того как в сша стали строить железные дороги и появились автомобили и это были не просто повозки на четырех колесах их существовало великое множество и у них было даже разной комплектации вот например дилижанс компании вэлс фарго он с огромными колесами которые улучшали проходимость современной подвеской которая смягчала тряску и керосиновыми фонарями и закрывающимися окнами сама компания вэлс фарго занималась перевозкой ценных вещей в девятнадцатом веке а сейчас это один из самых крупных американских банков и эта компания использовала разные модели дилижансов для разных грузов дилижансы использовались и как общественный транспорт и двигались они по установленному маршруту и обычно по регулярному расписанию уставших лошадей меняли на свежих на дилижансовых станциях почти как современная заправка рядом с кучером который вел транспортное средство мог ехать охранник с дробовиком чтобы охранять дилижанс от нападения разбойников и индейцев вплоть до конца 18 века дилижанс мог ехать со средней скоростью 8 километров в час при этом средняя такая повозка могла проехать около 100-113 километра за день но с улучшением дорог и изобретением стальных пружин скорость увеличилась и дилижансы могли проезжать уже около 350 километров в день а это уже 16 километров в час включая остановки для смены лошадей были еще и вот такие огромные повозки это аналог сегодняшних траков на таких громадинах с помощью мулов перевозили все самое тяжелое уголь горную породу и древесину глядя на все это я понимаю какие же мы с вами счастливчики что у нас есть современные средства передвижения а еще меня больше всего поражает тот факт что между этими повозками и ракеты летящей на луну всего каких-то 200 лет и вот этот город в котором я сейчас нахожусь исторический город сан-диего старый город был центром экономическим и культурным самого вот сейчас настоящего города сан-диего до 1860 годов но постепенно жители старого города отказались от проживания в нем в пользу нового города из-за близости нового города к океану а соответственно близости к судоходству и постепенно город стал умирать но город все же восстановили и стали поддерживать и сейчас он является одним из районов сан-диего и центром пририжения как местных так и туристов сейчас старый город особенно известен своими мексиканскими ресторанами и сувенирными магазинами вот их мы сейчас и посмотрим здесь есть как всем знакомы нам магниты и майки с мексиканскими мотивами так и весьма интересные штуковины история старого города неразрывно связана с его мексиканским прошлом и она выражается через название зданий сувениры и еду которую продают в местных ресторанах рестораны мы посмотрим чуть позже но моя история про сувенирные магазины не была бы завершенной если бы я не показала вам один интересный магазин это магазин табака этот магазин больше похож на музей очень атмосферное место здесь можно увидеть большую коллекцию курительных трубок зажигалок я даже наткнулась здесь на жетоны полицейских и маршалов еще одно место которое я хочу вам показать это площадь фиеста де рейес она располагается в самом центре старого города здесь можно найти много уютных магазинчиков и можно зайти в рестораны заказать себе что-нибудь из мексиканской кухни здесь все пронизано мексиканскими мотивами эта площадь становится эпицентром празднования двух очень больших мексиканских праздников первый это синко де майо это мексиканский аналог дня святого патрика в сша второй это деды муэртас это день мертвых день посвященный памяти умерших в эти дни старый город особенно оживает и сюда съезжается народ со всего сан-диего пока снимал эту площадь народ стал собираться перед сценой через какое-то время в воздухе разнеслись мексиканские мотивы я сейчас вышла но это была совершенно неожиданная такая вечеринка я зашла и здесь играет музыка больше всего меня порадовала вот эта пара они танцевали под мексиканскую музыку а я наслаждалась тем что я смотрел вот про них можно действительно сказать что они по-настоящему что-то знают в этой жизни и ей по-настоящему наслаждают так как поселение имеет мексиканское прошлое да и сам сан-диего находится на границе с мексикой то здесь вы увидите очень много мексиканских мотивов как видите здесь очень много сувениров с мексиканской тематикой и надписями на испанском языке здесь есть целая улица ресторанов которые подают исключительно такосы буррито сэнчеладу сальсу и конечно же наливает текилу и раз уж мы с вами стали говорить о мексиканской культуре то конечно давайте посмотрим как она влияет на сам сан-диего сан-диего очень четко прослеживается микс американской и мексиканской культуры здесь очень много улиц которые имеют испанские названия и они соседствуют с улицами которые носят классические американские имена еще одна интересная штука с которой я столкнулась переехал сюда это убер испаньол или убер спэниш то есть если вы закажете такую машину то к вам приедет водитель который говорит на испанском справедливости ради такая функция убера есть во всех штатах которые граничит с мексикой вообще на улицах сан-диего можно частенько услышать языки из разных частей мира но испанский здесь встречается все же чаще и раз мы начали говорить про мексиканскую культуру то давайте еще немного поговорим о ней мексиканской культуре характерны яркие краски и их можно найти здесь в уличном арте а еще влияние мексиканской культуры здесь очень видно в архитектуре при взгляде на архитектуру сан-диего со всеми этими домиками белыми стенами из красными крышами конечно может сложиться впечатление что а ты находишься не в соединенных штатах америки не в калифорнии в какой-нибудь мексике но мы в калифорнии мы в сан-диего я хочу вас познакомить с очень распространенным здесь стилем домов это дома в испанском колониальном стиле этот архитектурный стиль был очень популярен бывших испанских колониях в северной и южной америка это очень приятные для глаза дома для них характерны белые толстые стены покрытые штукатуркой стака и они оттеняются красными черепичными крышами внутри такие дома имеют высокие потолки с контрастными деревянными балками такие дома отлично подходят для жаркого мексиканского климата но климат в сан-диего как вы помните почти идеальный так что такие дома тут особо не нужны просто так здесь исторически сложилось и таких домов очень много в сан-диего но есть и вполне современная и да чуть не забыла не забыла сказать про самое главное сказать про людей 30 процентов населения здесь латиноамериканцы и как вы понимаете причина этому соседство с мексикой многие люди каждый день сюда приезжают на работу утром пересекай америка на мексиканскую границу а вечером соответственно уезжает обратно в мексику может показаться что я описываю какой-то рай на земле но у сан-диего есть и своя темная сторона то есть у этого города тоже есть минусы из-за того что город очень дорогой то как следствие здесь есть бездомные и они есть в любом калифорнийском городе особенно большом городе и это та проблема с которой калифорния пытает пытается бороться но пока что безуспешно я вам бездомных показывать не буду я их не буду снимать потому что я считаю это не этичным но поверьте мне бездомные здесь есть после того как сан-диего стал американским городом из-за близости к океану и глубокой бухты здесь решено было расположить военно-морскую базу военно-морская база сан-диего это вторая по величине база надводных кораблей в мс сша эта база является основным портом приписки тихоокеанского флота сша состоящего из более чем 50 кораблей база состоит из 13 персов расположенных на 650 гектаров земли и 130 гектаров воды общая численность населения база составляет 24 тысячи военнослужащих и более 10 тысяч гражданских лес вот она за моей спиной как того и следовало ожидать без специального пропуска на военную лазу не пускают поэтому к сожалению посмотреть ее мы с вами можем только с этого моста но и без посещения базы можно понять что она есть городе ее присутствие ощущается в сан-диего в полной мере периодически над городом летают истребители и вертолеты в бухте сан-диего просто в легкую можно увидеть военные корабли и лодки но их присутствие весьма ненавязчиво еще в сан-диего есть банк который обслуживает исключительно военнослужащих ветеранов и их родственников исключительная особенность этого банка в том что это не коммерческая организация которая выдают кредиты и ипотеку военным на очень выгодных условиях еще в сан-диего есть кладбище для военных которые очень похожи на арлингтонское кладбище столицы сша в вашингтоне и раз в год здесь проходит неделя морского флота в это время на набережной города для гражданских организовывается выставка и там можно все посмотреть потрогать примерить на себе оружие и даже залезть в боевые машины течение этого времени в городе можно встретить морских пехотинцев ну конечно же они и так живут среди простых жителей города но обычно они ходят в гражданском после службы а в эти дни их можно увидеть формы и вот на их форме я хочу становиться отдельно она считается самой сложной среди всех пяти видов войск сша точнее самой разнообразной у морских котиков есть 10 комплектов одежды и каждый из них надевается по определенному случаю вот они но про все я вам рассказывать не буду у нас здесь с вами не модный приговор я расскажу вам всего лишь про два первый комплект одежды это рабочая камуфляжная форма ее морские пехотинцы носят чаще всего она похожа на форму других родов войск она состоит из восьмигранной кепки куртки под курткой пехотинцы носят футболку цвета коричневый койот да цвет так и называется потом идут штаны и бутсы еще один очень узнаваем вид формы это белая или голубая форма их различие только в том какое время года их носят голубую носят когда холодно а белую когда на улице жарко все элементы у них одинаковые униформа состоит из ботинок либо черных либо коричневых либо белых клешоных штанов куртки с треугольным вырезом на груди и вот таким необычным воротником по его краю упущены три полоски а на углах вы можете видеть звезды под воротником носят на шейный платок под курткой носят белую футболку обычно размер меньше чтобы она плотно прилегала к телу ну и самый интересный и узнаваемый и классный предмет одежды это вот эта белая кепка ее еще называют дикси в отличие от остальных головных уборов ее не нужно снимать в помещении такая необычная форма кепки имеет не только эстетическое но и утилитарное предназначение когда ее носят краями вверх то они смягчают удары канатов стропил и других прибамбасов которые есть на кораблях а также защищают палящего солнца ветреную погоду края кепки наполовину загибают вниз и кепку так не сносит непогоду края полностью отгибается вниз и теперь эта кепка может защищать еще от ветра и дождя под нее можно надеть еще одну шапку теперь я хочу показать вам настоящий авианосец и да я сказала что мы на территорию военно-морской базы не попадем но нам туда с вами не нужно этот авианосец зашвартован прямо напротив даунтауна сан-диего мы с вами отправляемся в один из самых знаменитых музеев сша это бывший действующий корабль в мс сша это авианосец мидвей весом в 45 тысяч тонн мидвей был самым большим кораблем в мире до 1955 года а также первым американским авианосецом который был настолько огромным что не смог пройти через панамский канал корабль принимала активное участие в бомбардировках северного вьетнама в ходе вьетнамского конфликта а также принимал участие в операции буря в пустыне в 1991 году он находился в составе американского флота 47 лет и был выведен из его состава 11 апреля 1992 года и теперь он пришвартован здесь в саунд центре города и без него уже невозможно представить даунтаун сан-диего меня лично вообще редко впечатляет оружие и все военное но вот этот авианосец это исключение меня конечно такие корабли просто настолько восхищают и удивляют мотивирует одновременно потому что я не могу себе даже представить насколько сложно организованы они да тут есть и и кондиционирование и электрика и сантехника какая-то и еще здесь есть психологический фактор да когда здесь живут десятки людей вместе и они выполняют какую-то общую миссию одновременно у каждого свои задачи это все настолько нужно четко организовать для меня это просто штука которая открывает сознание можно сказать авианосцы это одни из самых удивительных кораблей которые когда-либо с были построены человечеством они являются не только символами военной мощи но и сложными машинами которые нужно не только уметь спроектировать но и обслуживать а еще на нем должно быть все тщательно организовано и начнем мы знакомство с этим авианосцем с самой заметной палубы называется fly deck и она расположена в самом верху авианосца все воздушные суда взлетают и приземляются именно на эту палубу и палубы должна быть свободна для безопасной эксплуатации эта палуба разделена на зоны которые предназначены для различных типов самолетов таких как истребители вертолеты и транспортные воздушные суда еще одна особенность этой палубы в ее форме она не выполнена в виде обычного прямоугольника а выглядит она как прямоугольник который расположился под углом это сделано для того чтобы одновременно могло садиться и взлетать несколько самолетов fly deck конечно огромный то есть я по нему хожу вперед-назад я хожу по какому-то огромному футбольному полю я пытаюсь себя поместить в ситуацию когда вот эта махина этот авианосец плывет где-нибудь в тихом океане и в атлантическом океане представьте ты вот находишься на этой палубе вокруг тебя бесконечный океан это конечно нереальные впечатления еще очень интересно организована работа персонала на этой палубе и она организована по цветам точнее по цвету формы это позволяет избежать неразберики из-за одинаковой формы и все понимают кто за что отвечает персонала много разных обязанностей но я расскажу вам о них обобщенно если персонал уносит желтую форму то они отвечают за передвижение самолетов по палубе взлет и посадку если голубые то они управляют подъемниками и тягачами пилоты носят коричневую форму самая сложная и опасная работа у членов экипажа которые носят зеленые они отвечают за катапульты которые запускают самолеты с палубы те кто носит красную форму отвечают за обслуживание оружия и загрузку боеприпасов на самолеты фиолетовую форму носят те кто отвечает за топливо а белую носят те кто отвечает за безопасность на палубе мы с вами двигаемся дальше под флайт деком находится ангарная палуба где хранятся и обслуживаются самолеты именно здесь происходит основная часть организации авианосца над полетной ангарной палубы находится мостик именно отсюда капитаны другие офицеры отдают приказы и управляют кораблем за все то время пока если с медвей нес боевое дежурство в составе в мс сша службу на его борту прошли примерно 200 тысяч моряков и без них невозможно представить вообще любой корабль и мы перемещаемся с вами в следующую часть корабля помещение для персонала нижние палубы очень отличаются от верхних тем что здесь очень компактно здесь видите очень низкие потолки то есть это я маленькая женщина с очка себя здесь чувствую так зажатый но я не представляю как себя здесь чувствуют вот эти мужчины наверное здесь прям для некоторых из них совсем не комфортно смотрите вот могу дотронуться просто до потолка моряки ведут уникальный образ жизни они не только работают здесь но они здесь и живут поэтому судно оснащено всеми необходимыми удобствами для обеспечения безопасности комфорта экипажа от еды и воды до медикаментов и развлечений идите сюда я вам покажу следующее отделение это наверное столовая скорее всего сто процентов до столовая так и есть можно наверное здесь что-нибудь будут заказать что у них изменил картошка с вашим холодец наверное не знаю хлеб вечер бекон классика и скрамбл дэкс яйца особо образом обожаю скрамбл не знаю как это переводится прочь выглядит не очень но это не настоящий видов это я понимаю размерчик кастрюльки до наварить не одна раз два три четыре пять шесть шесть штук такую команду нужно накормить конечно только мужика покормить а может женщина тоже служит скорее всего тоже служит короче не знающему человеку сюда лучше не приходить мне кажется одним рычагом я просто выключу весь корабль и вот на таких койках спалим моряки не много места не сильно удобно но служба есть служба мне кажется прям такие маленькие только я оттуда моряки не знаю как хочу больших мужчин моряков но очень маленькие койки здесь есть кинозал церковь и даже больницы на этом корабле есть все что вы можете себе представить здесь есть даже тюрьма да куда же без тюрьмы если бы здесь не было указателей которые мне подсказывают куда идти я бы на 100% потерялась наверное спустя годы службы у тебя какая-то вырабатывается картинка ты знаешь куда идти но так конечно это полный самый настоящий и последняя часть корабля это можно сказать его сердце это то место где располагается двигатель он конечно огромный я вот стою на решетке и туда вниз еще несколько этажей решеток уходит и конечно вы сейчас смотрите это видео и оно наверное на долю не передают того размера этого помещения этого мотора который приводит в движение огромного месяц и что меня вот удивляет на этом авианосце это внимание к деталям здесь очень подробно расписано если читать конечно на табличках как все устроено здесь волонтерят бывшие бывшие моряки которые служили на этом авианосце они проводят экскурсии объясняют где где что как устроено например этот корабль посещают миллион человек ежегодно и это огромное число например самый известный символ сша статуя свободы посещает около 600 тысяч человек ежегодно без туристов вообще невозможно представить сан-диего и город входит в десятку самых посещаемых городов сша ежегодно его посещают 35 миллионов человек это если бы как все население соседней канады взяла бы и приехала бы сюда в отпуск и конечно же этому есть объяснение первые причины я вам уже сказал это идеальный климат а еще здесь есть развитая инфраструктура множество ресторанов и самые топовые развлекательные парки и их здесь много так что ребята приготовились загибать пальцы начнем с парка легаленд еще здесь есть зоопарк посещение которого больше похоже на посещение всех семи континентов это один из самых крупных зоопарков мира и здесь живет больше 650 видов животных и они здесь живут максимально приближенных к их ареалу обитания условиях и кстати тут было снято первое залитое на youtube видео так что спасибо зоопарку сан-диего ну и создателям ютюба еще в сан-диего есть парк водный мир с косатками и дельфинами и огромный сафари-парк билеты в парке стоят около 70 долларов на человека короче если вы приехали сюда со своими детьми то приготовьтесь раскошеливаться и не жадничать туристы приносят казну города чуть больше 18 миллиардов долларов в год и это на секундочку больше чем ввп грузии теперь давайте быстренько пробежимся по главным достопримечательностям сан-диего это парк во львову с его бесчисленными музеями место притяжения не только туристов но и местных если не хочет заходить в музей то по нему просто очень приятно прогуляться здесь еще есть знаменитый отель коронада о нем мы с вами поговорим чуть позже есть еще музей старинных кораблей в котором можно увидеть старейший мире корабль который еще держится на плаву звезду индии он построен в 1867 году первоначально он назывался эфтерпа он признан национальным историческим памятником сша совсем недалеко от этого музея есть район маленькая италия и его название рассказывает нам о его истории когда-то когда сан-диего вовсе не был туристическим городом и не был военным городом он был рыболовным городом и здесь процветала индустрия ловли тунца именно здесь жили поколение итальянских иммигрантов которые зарабатывали себе на жизнь морем но после трансформации сан-диего в популярный туристический город изменилась и маленькая италия она превратилась в оживленный район с уютными внутренними двориками ресторанами интернациональной кухни крафтовыми пивоварнями городскими винодельнями художественными галереями изысканными магазинами и бутик-отелями а еще здесь очень много пиццерий неприлично много но список не был бы полным если бы я не упомянула побережье сан-диего это тот магнит который тянет сюда толпы людей я думаю что многие из вас заждались уже этой темой так что давайте срочно исправлять сан-диего и его окрестностей это почти 100 километров береговой линии что это значит тут очень много пляжей и все они обалденные и разные вот некоторые из них которые мне особенно хочется отметить пасифик бич ласково называемые местные пиби мало того что сам пляж красив так вдоль него еще можно пройтись по трейлу можно заходить по пути в ресторанчике а если вы еще и пошупиться любите тут есть и магазин но я приезжаю сюда исключительно бегать оушен бич это широкий песчаный пляж который образовался на южной стороне устье реки сан-диего и знаете в чем его фишка мало того что сам пляж красив на нем еще есть длинный пирс которого открывается невероятно вид на самом деле этот пирс одно из немногих мест в шате где можно ловить рыбу без лицензий здесь на лот серфит плавает играет или просто греет свои косточки на солнце следующий пляж это пляж блэка его особенность том что это дикий пляж ну то есть на нем не дежурит спасатель но его прелесть не в этом а вот в этом прямо на скале над ним располагается глайдпорт с которого взлетают парапланы ну как тут не веришь что люди не видают летают ладно хорош парапланеров считать поехали дальше последний пляж про который я хочу вам рассказать находится в районе лохоя что в переводе с испанского означает сокровища и название правильно отражает то что вы здесь можете увидеть мы с вами приехали к заливу лохоя ков это небольшой прибрежный залив который окружен песчаными скалами и это место не про пляжи прелесть этого места в той экосистеме которая вокруг него существует здесь вы легко увидите чаек бакланов пеликанов и морских котиков нет не эти морских котиков вот этих из-за того что вода здесь кристально чистая богата всякой живности народ тут плавает с маской ныряется к валангам но если вы не хотите лезть в воду то во время отлива можно спокойно посмотреть на разных океанских обитателей которые остаются в лужах на скалах если мы уж с вами говорим про океан то сан-диего невозможно представить без лодок водных мотоциклов и яхт которых здесь припарковано великое множество а еще в порт сан-диего заходят вот такие огромные круизные лайнеры а из порта в океан отправляются лодочные туры которые отводят туристов смотреть на китов и дельфинов но самое главное событие тут случается конечно вечером это сансеты закат по нашему конечно можно считать что все это девчачье но я очень люблю сансеты и когда у меня появляется возможность я всегда приезжаю на океан посмотреть на него сансеты это визитная карточка сан-диего и народ старается не пропускать это событие люди занимают свои места кто-то серфит на закате кто-то ужинает кто-то влюбляется на этом я хочу завершить свой рассказ но только про туристическую часть сан-диего не переживайте сейчас мы начинаем знакомиться с вами с тем сан-диего в котором живут местные жители сан-диего метроэрия состоит из десятков городов примыкающих к нему самые известные из которых это чулла виста пауэй тельмар ранчо санта-фе скандида и коронада последний кстати располагается в очень классном месте именно туда я сейчас и направляюсь город располагается вот здесь прямо напротив военно-морской базы на которую мы с вами смотрели с моста коронада расположен на острове который соединен сан-диего узкой полоской земли у нее есть даже специальное название тамбула попасть на остров можно вот по этому красивому высокому мосту с которого отлично видно всю гавань сан-диего коронада это туристический город 24 тысячи жителей называют его своим домом и основная особенность карната заключается в том что отсюда открываются просто потрясные виды такие вот знаете как сам божень кого-то велел а еще ко всему прочему это очень уютный город и очень дорогой если вы вдруг захотите прикупить себе здесь квартиру то приготовьтесь отдать не меньше двух с половиной миллионов долларов теперь я хочу рассказать вам про главную достопримечательность этого острова ради нее я и затеяла всю поездку это отель коронада отель расположен на берегу острова карман и у этого отеля интересная история появления в середине 1880-х годов сан-диего пережил один из самых первых бумов на рынке недвижимости и в те времена первым делом застройщики строили на месте предполагаемого нового района огромные отели чтобы привлечь внимание к новому району про отель и про район в котором его строили писали в газетах и это все так обсуждали бурно и у людей как следствие появлялся интерес к новому нейбор ходу и дома в нем разлетались как горячие пирожочки вы понимаете во все времена нужен правильный прогрев в 19 веке он был именно таким так и появился этот отель его называют дель архитектурный стиль в котором он построен это деревянный викторианский пляжный отель-курорт это второе по величине деревянное сооружение в сша после музея авиации теламук в теламуке в штате орегон и в сша он признан национальным историческим памятником но знаменит он прежде всего тем что он засветился фильмы некоторые любят погорячее нам он известен больше как в джазе только девушки когда он открылся в 1888 году это был самый большой курортный отель в мире на протяжении многих лет он принимал президентов и членов королевских семей и знаменитостей например на секундочку нем останавливать президенты рональд рейган буш старший младший эйзенхауэр билл клинтон барак обама а сегодня ночь здесь проведу я короче ребята я влезла в долги продала все самое ценное все ради того чтобы провести ночь как американская элита цена за ночь в этом отеле начинается от 800 долларов и что же можно получить за такие деньги 4 звезды отличный сервис и незабываемые воспоминания о том что ты спал в музее да именно так я бы описал свои ощущения после ночи проведенной здесь первое что встречает посетителей это вот эти кресла качалки на крыльце в подобных сидели герои фильма в джазе только девушки с крыльца вы попадаете в крутое лобби которое обрамлено массивными балками из красного дерева с дорогими люстрами на потолке и фотографиями известных посетителей на стенах здесь очень много интересных деталей как вот эти ключи от номеров которые конечно же не используются не вместо них мне выдали всем уже привычную пластиковую ключ-карту еще здесь можно видеть вот такие часы витражные стекла обои с фирменными зонтами я наткнулась даже на шкаф века с 19 думаю внутри отель представляет из себя лабиринт из узких проходов и лестниц и если побродить по нему подольше то можно найти какую-нибудь потайную дверь который ведет на маленький балкончик под самой крышей я все это время не могла отделаться от ощущения что я перенеслась в прошлое только пластиковая карта ключ меня возвращала в реальность но самое главное в этом отеле расположена за его стенами это знаменитый пляж острова коронада он признан лучшим сша это идеальный белый песочек сверкающий на солнце и он действительно блестит на солнце благодаря минеральные слюди которые находятся в песке из-за своего места расположения пляж продувается легким бризом и здесь всегда комфортно находиться а еще здесь в отеле можно взять в аренду знаменитые красные зонтики и шезлонги но самая приятная часть что для того чтобы наслаждаться этим знаменитым пляжем совсем не обязательно платить 800 долларов за ночь это можно сделать абсолютно бесплатно пляж доступен всем желающим потому что проход на него никак не ограничен жалею ли я что я осталась в этом отеле короче у меня двоякие чувства наверное в любом другом отеле за такие деньги я бы получила гораздо больше но я в этом отеле оставалась не ради удобств и я в этом отеле оставалась ради впечатлений наверное ради впечатлений мы и живем и я бы хотела дальше продолжать вам рассказывать про этот отель и сидеть на этом замечательном пляже наслаждаться этим песочком но я хочу вам показать еще много всего поэтому мы отправляемся далее сейчас мы с вами едем в один из самых дорогих районов сан-диего жирный жир тяжелая лакжери это все про этот район среди его резидентов есть такие как билл гейтс думаю этот дядечка не нуждается в представлении также здесь живут джанет джексон это американская певица и актриса тони хоук это американский скейтбордист но еще всяких много селебрити я вообще больше не по селебрити а по недвижимости по истории раньше санта-фе расположен на севере от сан-диего в 10 километров от табережья и это тот район который чаще всего помещают на обложке глянцевых журналов здесь идеальный ровный газон продуманный ландшафт и дорогущие виллы но с дороги их не увидишь потому что все они располагаются за высокими заборами поэтому мы будем смотреть их с воздуха весь район прорезает гольф-клуб который могут использовать жители этого комьюнити с раньше этот район роднит разве только что наличие собственных конюшен на виллах софтиронию лет сто назад богатые люди ездили на машинах а бедные на лошадях а сейчас наоборот знаете ради чистоты эксперимента я решила проверить местную заправку сколько же на ней стоит бензин и вы будете удивлены здесь нет заправки самого дешевого бензина хорошо выкачаем и посмотрели а как же живет средний класс самые хорошие районы расположены на севере сан-диего и это не только самые дорогие районы но и вполне обычный вот например район в котором живут тут все стандартно домики на 150 200 квадратных метров лужайка перед умом чисто уютно без излишеств короче стандартная американская соберли дома здесь стоит в районе от миллиона до полутора миллионов долларов а как же живет средний класс вообще престижный район хороший район от непрестижного и от районочка не очень можно отличить по машинам и я сейчас не говорю о дорогих тачках которых в том же ранчо санта-фе как грибов после даже хороших районов машин вдоль дорог обычно припарковано мало потому что дома располагаются на почти дельном расстоянии друг от друга и в доме как правило живет только одна семья а в районах похуже машин вдоль дорог запарковано много и уж если я вам начала рассказать про такой район давайте же его и посмотрим это район чулависта если мы будем смотреть на карту чулависты то она ничем не будет отличаться от остального сан-диего но этот город отличается поэтому мы пройдемся по улицам чулависты это не самый престижный район сан-диего точнее это город который примыкается к сан-диего я буду до конца объективно и скажу что здесь есть и хорошие мини райончики но в целом район чулависта не самое желанное место для жизни но она значительно дешевле чем все остальные районы сан-диего поэтому здесь проживает 250 тысяч человек большинство из которых латиноамериканцы 58 процентов если быть точнее сказывается близкое соседство с границей и она расположена очень близко в 15 километрах от этого района город по структуре своей очень похож на те районы которые мы с вами смотрели до этого только дома здесь поменьше стоят плотнее друг другу и здесь встречаются и очень грустные примеры домов здесь меньше зелени и больше припаркованных вдоль дороги машин и выше уровень присутности чем в соседних районах вот так постепенно мы и добрались до того места где я начинала это видео это американо-мексиканская граница в этом месте с американской с мексиканской стороны проживает 40 процентов всего населения которое живет вдоль границы сша и мексики ежедневно через пограничные посты здесь проходит 100 тысяч человек это делает ее одна из самых загруженных в мире и одно из самых опасных ежедневно через нее пытается попасть на территорию сша беженцы и запросить политическое убежище ежегодно 500 тысяч человек пересекают эту границу незаконно соединенные штаты америки соседствуют с мексикой на протяжении почти 3150 километров большая часть этого расстояния приходится на безжизненной пустыне и тяжело проходимой горные районы именно через эти места сша устремляется основное количество нелегальных мигрантов и довольно часто это им стоит жизни границу здесь можно пересечь как пешком так и на машине я показывала эту границу очень подробно в своем фильме на равнинной местности две страны разделяет огромные защитные сооружения из бетона и металла на протяжении всей границы расположены инфракрасные датчики движения и ее мониторит беспилотные летательные аппараты это границу максимально охраняет поэтому даже хоть она и считается одной из самых безопасных мире города с американской стороны находится в безопасности а пограничники и полиция сша отлично делаю свою работу и не берут взяток здесь вообще такой немыслимо и вот он рецепт такого хорошего города диего стал таким большим городом и таким популярным городом по нескольким причинам во-первых сан-диего это транспортный хаб здесь располагается один из самых загруженных аэропортов в мире а еще по ту сторону границы есть аэропорт в городе тихуана а еще через границу сюда везут различные мексиканские товары это в основном овощи и фрукты в этом городе идеальный климат из-за того что он безопасен сюда приезжает много туристов которые привозят много денег вот так и получилось что на одной из самых опасных границ в мире располагается один из самых лучших городов сша и я этот город очень люблю